Здравствуйте! Вы смотрите программу Крупным Планом. Я и ведущая Юлия Нацаканова. Как всегда, знакомлю вас с известными и интересными людьми. Сегодня у нас в гостях известный путешественник, который на лыжах и собачьих упряжках пересек Антарктиду. Почетный полярник России, писатель и поэт Виктор Боярский. Виктор Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Почему решили стать полярным исследователем? С какого возраста началась именно ваша карьера? Ну, вы знаете, для меня особого большого выбора будущей профессии в ту пору, когда это происходит, когда выбирают, не было. Я мечтал или хотел быть или моряком, или полярником, поскольку это главные действующие герои моего любимого в ту пору и сейчас писателя Джека Лондона. А почему моряка? Потому что их в том числе, потому что мой отец был моряком, плавал, да, и я, конечно, на его рассказах очень здорово воспитывался. И, в общем-то, хотел, конечно, больше стать моряком. Но потом, по разным обстоятельствам, я учился в Грузии, хотя родился в Рыбинске, это город российский. Но потом отца перевели туда на работу, в грузинское пароходство, и вся семья переехала. И, в общем-то, всю школу я прошел в Грузии, в Батуми, замечательный город. Вот, кстати, у меня по-русскому четверка, по-грузински пятерка. То есть я такой был молодец. Ну и там, конечно, оттуда поехал поступать в Питер, в Макаровское училище, которое ковало кадры для морского флота. Там мне по разным причинам не прошел, по медицинским этим глазом я чуть не туда смотрел. В общем, я решил тогда найти адекватную замену в смысле будущей специальности. Получилось, что ЛЭТИ, электроэнергетический институт, ныне университет, подходил как нельзя лучше, поскольку мне сказали, что после него тоже можно пойти в моря. Я поступил ЛЭТИ, закончил его. На последнем курсе познакомился с одним из наших бустяком, который пришел к нам, рассказал, что замечательная работа есть в Арктическом институте нашей специальности. Специальность наша называлась радиоэлектронное устройство. Мы готовились как специалисты по радиоинженеру, и, собственно, одним же направлением было конструирование локаторов. И вот эти локаторы самые как раз оказались востребованы при исследовании ледников Антарктиды. То есть, и вот тогда получилось так, что после окончания института я попытался и пошел по распределению. Мне повезло в Арктический институт, и куда поступил на работу. В 73-м году сразу же поехал в первую свою экспедицию антарктическую. И с тех пор, собственно, уже больше 45 лет занимаюсь тем, что связано с севером и югом. Но разделить биографию мою можно условно на три части. Вот первая часть посвящена была научной работе. Я работал как сотрудник Арктического института в Арктике и Антарктике первые 15 лет. Потом получилось так, что была большая часть. Я был назначен в состав международной экспедиции, которая пересекла Антарктиду. Это был целый период жизни, наверное, тоже лет 10, когда я участвовал в больших экспедициях, в шести крупных и множество мелких экспедиций. И потом уже большая часть жизни была посвящена музею Арктики, Антарктики, где я был директором около 18 лет. И, собственно, параллельно этой деятельности я еще со своими друзьями, коллегами Антарктического института создал компанию в 1991 году, которая занималась как раз нашим любимым делом организации экспедиций, ну, уже коммерческих, в Арктику, Антарктику. Что, собственно, и продолжает делать. И сейчас я после ухода из музея в компанию опять вернулся и занимаюсь вот этим делом уже на СИЮ тоже. Ну, вот опять же, если отмотать время назад, вернуться, да, там, в 90-е годы, когда у вас была самая продолжительная экспедиция, да? Понятно, что такая большая экспедиция, которая была запланирована как пересечение Антарктиды по самому длинному маршруту, она предполагала, безусловно, подготовку. И подготовка заняла у нас примерно три года. Вот в чем заключалась эта подготовка? Ну, прежде всего, это, конечно, была тренировка и себя, и собак к тому, чтобы странам предстояло пройти. Вот, потому что Антарктида, она хоть сейчас, конечно, неизмеримо легче в смысле того, что есть радиосвязь, что ты всегда практически уверен, что тебя могут в случае чего оттуда вытащить. Эта уверенность очень много значит. В поре прежнего века люди отправлялись туда без шансов, то есть берет в одну сторону, и если везло, то экспедиция заканчивалась хорошо. Нет, так они пропадали, причем никто не знал, зачастую, где они находятся, и много таких историй до сих пор Арктика хранит. У нас по-другому, не у нас, у всех современных экспедиций главное отличие в том, что существует связь. Ну, а климат, он, несмотря на все эти глобальные, так называемые, потепления, он как остался, так и есть в смысле температуры, то есть там незаметно этого. Поэтому надо готовиться было к тому, чтобы долгое время быть в холодных условиях. Для этого должна быть совершенно четко подобрана одежда, это очень важно, какая одежда будет там, палатки, снаряжение, такое лагерное снаряжение. И, конечно, был сбалансированный рацион, он в основном у нас базировался на том, на, в принципе, калорийности, не на вкусовых наших предпочтениях, во всяком случае. То есть там уже было где-то 5,5-6 тысяч калорий в день. Всех пугает людей, которые берегут свою фигуру. Но, на самом деле, там при температурах, средней температуре минус 30-35 градусов, и ежедневно там эти 9-9 часов на лыжах, конечно, это все сгорало, как в топке, поэтому, и что не хватало даже. Поэтому вот эти три фактора, это подготовка, изучение опыта предшествующих, безусловно, чтобы не совершить ошибок, которые были совершены, и правильная подготовка с точки зрения содержания, одежды, питания. Ну и сама команда должна была как-то сработаться, не забывать надо, что мы были 6 человек, представляю, 6 разных государств. Мне выпала честь представлять Советский Союз, вот, а там, кроме этого, были еще представители США, Франции, Англии, Китай, Японии, вот. И самая лучшая тренировка для того, чтобы сработать, надо пройти какую-нибудь экспедицию до этого. Вот, мы выбрали в качестве тренировочной экспедиции Гренландию. Это тоже, собственно, стало самостоятельным большим переходом, потому что было всего второе в истории пересечение Гренландии с юга на север, там, 2000 километров, вот. Мы шли 65 дней, и за это время, конечно, узнали друг о друге много. Мне, в частности, надо было это вдвойне, поскольку я очень слабо разговаривал в ту пору на английском языке, и поэтому возможности общения были ограничены. Вот, ну, в ходе такой тесной экспедиции, когда других шансов быть понятым, как пытаться говорить на этом языке, нет, довольно быстро прошло обучение. Вот эти вот, как раз, завершив эту подготовительную этап, мы туда и двинулись. Но, собственно, я до этого в Антарктиде уже был 4 раза. Зимовал, то есть о том, что такое Антарктида, я представление имел, да, что там ожидать. Остальные мои товарищи, а там китайский человек, тоже профессор, он был, зимовал там в Антарктиде. Остальные в Антарктиде до этого не были, но они были зато на Барктике. Они все профессиональные путешественники, конечно, их тоже не надо было сильно учить, что там делать и как. Но для меня все равно был этот опыт отдельный, потому что одно дело, ты в научном отряде, ты в самолетах, вездеходах, там, в домах, а здесь в палатке и на лыжах, это всем другое. Это как у Джека Лондона. То есть то, и к чему стремился, вот случилось. Ну да, фактически ты один на один с природой. Здесь очень важно, знаете, для себя поставить внутреннюю цель, задачу и подготовить себя к тому, что экспедиция не будет короткой. Это очень важно. Это большое отличие планируемой экспедиции от приключений, которые случаются внезапно, внеожиданно, когда требуется гораздо более полная мобилизация всех сил и ресурсов. Если ты к ним готовишься, то, конечно, риск опять есть, но ты его минимизируешь как можно больше с помощью правильной подготовки. Но вот опять же из вашего опыта были какие-то ситуации, когда все-таки что-то пошло не так, внеплановая ситуация? Ну, по глупости, как правильно. Вы знаете, конечно, запланировать все невозможно, но никогда нельзя предберегать основными принципами в Антарктике и путешествовать в полярных областях, потому что это очень непредсказуемая природа. Как людям, которые хотят справиться вместе с вами, им нужна какая-то специальная подготовка? В принципе, главное требование, чтобы человек не имел скрытых внутренних проблем со здоровьем, которые могут проявиться. На холоде проявляются довольно часто такие тайные болячки, но, как правило, взрослый человек знает свои слабые места, и вот к этому сводится наше предупреждение, чтобы народ знал, куда он идет, и если там какие-то есть вопросы, то он во всяком случае предпринял бы все усилия, чтобы это не проявилось там, потому что это единственное, что может предотвратить исключить успех в экспедиции, если человек заболеет на пути. А то, что там будет холодно, мы говорим, мы, конечно, здесь, в данном случае, в отличие от той экспедиции, мы отвечаем за то, чтобы было правильно подобное снаряжение, питание, профессионально правильный гид, без гидов, никто никуда не ходит, и с тем, чтобы максимально обезопасить вот этих клиентов, дать им возможность испытать себя без лишних проблем, которые могут возникнуть от незнания. Вот здесь все подготовится так, чтобы минимизировать их риски, оставить, там хватит все равно приключений, потому что одно дело, 9 часов находиться на холоде, это уже само по себе приключение. Потом не только 9 часов, когда ты идешь, но и потом в палатке. Опять же, такой контраст температур, период адаптации, он существует? Нет, нет. Вы знаете, организм довольно долго переходит. Вот если там, для таких коротких экспедиций, как правило, нет. Люди как мерзнут, так и мерзнут. За 9 дней к этому. Вообще холод нельзя к нему привыкнуть, его, как сказал Верикенанс, можно только терпеть. Холод, адаптация, некая перестройка организма происходит, но для этого требуется детское большее время. Мы шли в Антарктиде 7 месяцев, и, конечно, за это время, ну, в течение там уже первых трех месяцев было видно, что немножечко понятие климатического комфорта, оно изменилось. Скажем, у нас в палатке 0 градусов, сидишь спокойненько, и тебе это, главное, чтобы не дуло. А представить, например, современным человеком посидеть так вот, ну, в легкой одежде в 0 градусов, это недолго получится. Но организм как-то так реагирует. Но до известных пределов. При минус 30 холодно, даже если ты год проведешь, все равно будет холодно тебе. Что касается жарких стран, вот в каких странах были, и какой климат все-таки вам комфортнее, если сравнивали? Вот знаете, я... Миф о том, что полярники любят холод, он неправильный. Значит, полярники не боятся ничего, кроме голода, холода и работы. Вот. Поэтому я люблю, конечно, отдыхать, как все нормальные люди, в теплых странах, купаться в море. Вот. Но, конечно, жара... Я не скажу, что я ее хуже переношу, чем... Как говорят, у нас по слове забываешь, что замерзших полярников достаточно часто видно было, но кто-то от перегрева умер довольно редко. Поэтому, я думаю, все-таки... До известных пределов, опять же, если говорить о экстремальной жаре и экстремальном холоде, а говорить о схожих, скажем, 30 градусов жары, 30 градусов холода, переносится, конечно, жара легче, чем холод. Как ваша семья относится к вашим экспедициям? Ненавидят. Я бы сказал, что она... Ну, это дело, ну, естественно... Ну, сейчас тоже все, 45 лет, но месть уже, конечно, уже это немножко все притупилось, но, конечно, она без восторга. Ну, потому что я вначале... Мы посчитали, там, 40 лет, где-то лет 15 я отсутствовал в общей сложности, если сложить все. И раньше... Вы знаете, плохо влияют на свой начальник... в начальном этапе семейной жизни длительное отсутствие, они очень плохи, а длительное, это год, 12, 14 месяцев и так далее, это очень много, 9, даже 7 месяцев уже много. Вот. А потом я перешел на более такой умеренный режим и отсутствовал там 2-3 месяца в году. А брали ли вы кого-нибудь из семей? Ну, как вот, я... В те экспедиции, в которых ходить на лыжах, конечно, никого брать-то мне не надо, не стоит. А потом я долгое время работал на атомных ледоколах в качестве экспедиционного лидера для круиза к Северному полюсу там работать. Туда, да, жена ездила со мной. Сын у меня хирург, он травматолог, он и сейчас продолжает в отпуск свой ездить на ледовый лагерь Борнео около полюса, который мы организуем для этих карьерских туров. Он поработал по специальности там. Врачом, ему не надо ходить на лыжах, в палатку он в сторону помещает, и большой мальчик. Поэтому там можно... Да, вот. И внучка сейчас, у меня была внучка со мной на Северном полюсе тоже. У меня был сейчас рейс такой на ледоколе 50 лет победы. Росатом устроил для школьников, детей, которые там где-то выиграли какие-то олимпиады, и так далее, и так далее. Ну, и меня, поскольку меня пригласили в качестве лектора, ведущего туда, я договорился, что мне разрешат моих двух внучек взять туда. Они того же возраста, 17-16 лет, поэтому они с большим удовольствием сходили на полюс. Это вообще такое... Какие впечатления? Ну, колоссальные впечатления, конечно. Ну, представьте, это очень редкий случай, чтобы попасть туда. Я думаю, что им надолго запомнится это. Расскажите вот романтическую историю, как познакомились со своей супругой. Интересный момент? Она настолько романтичная, насколько типичная. Потому что в 1973 году довольно распространенная практика была отправка сотрудников на учреждения и других городских структур в колхоз. То есть на помощь там в битве за урожай, другие какие-то истории. Ну, вот я тогда работал в архитическом институте, а супруга моя работала в учрежденном центре железной дороги Октябрьской. И вот получилось так, что мы попали в один сводный отряд Куберского райкома, и нас отправили куда-то в подкачину, что там какой-то устраивает лагерь для... Или там этих детей каких-то. Там познакомились. Потом в тот же год я, естественно, свинтил Антарктида. И уже когда вернулся, тогда мы попереписывались и решили все-таки лучше пожениться, чем просто так. Это был 1974 год, 45 лет назад. Ну, на самом деле, это здорово, что вот уже столько лет супруга понимает, поддерживает вас. Это очень важно для каждого человека и для сохранения семьи. Что есть определенное понимание и идиллия? Вы знаете, я думаю, что это скорее уже привычка и понимание того, что этого не избежать. У вас был период довольно большой, когда вы руководили музеем Арктики, Антарктики. Какие основные экспонаты там представлены? Вы знаете, музей замечательный. Он такой традиционный в смысле музейной, так сказать, экспозиции, структуры, которая была характерна для музея в 50-40-м году, когда он был создан. Он был создан открыт в 1937 году. Это был период, золотой период освоения Арктики, когда у нас первые дрифующие станции, полет Чкалова, полет Громова, Ливаневского. Это все было на слуху. И, конечно, естественно, совершенно, что такое внимание к Арктике отразилось в том, что было решено создать музей, потому что материалы копились, а, собственно, негде было их показывать. И вот история музея насчитывает уже более 80 лет. И поэтому, значит, первые экспонаты, которые попали, они до сих пор есть. Это замечательная палатка Папайна, первая дрифующая станция, такие самые знаковые наши экспонаты. Самолет, который у нас, натуральный самолет, висит, какой-то поместился в доме, до сих пор не понимаю, но там он висит. Самолет Ша-2, конструкция инженера Шаврова, такая знаменитая Шаврушка, и масса других. Диорамы. У нас, чем хорошо, что вот сейчас в современном музее, они в основном на интерактиве, что неплохо. Там всякие экраны, компьютеры, мультимедиа и так далее. Тоже неплохо, да. Но у нас такие традиционные диорамы, когда сделаны в 40-е годы, они сами по себе уже исторические, когда там Тундра летом или там Птичий базар, такие, просто много чучело птиц, так, оформлены так хорошо, что просто до сих пор является таким притягательным моментом. Потом, с момента нашего присутствия в Антарктике уже 58-го года музей стал Музеем Арктики, Антарктики, и у нас второй отдел посвящен Антарктике. Вот будем печатать в следующем году 200-летие открытия Антарктиды, там, конечно, будет некая выставка этому посвящена. Сейчас музей более-менее спокойно себя чувствует, более того, получил поддержку сейчас от города, выделили площади ему здесь вот на пяти углах для того, чтобы развивать экспозицию. Но моя идея была как раз сохранить эту... Он исторический врос сюда, в этот вот угол Марата Кузнечного, этого люди, 80 лет он там стоит, как визитная карточка. Кстати, кто не был, я сразу говорю, улица Марата 24, пусть приходят и смотрят, он открыт все время, кроме понедельника. На севере какие животные обитают? Сталкивались ли вы с ними? Ну да, в этом смысле север, конечно, более опасная сезона, чем юг. В Арктике присутствует наш друг, символ Арктики, белый медведь. Кстати, вот музей Арктики, Антарктики, можно посмотреть, довольно крупный экземпляр. Мне удалось, в конце концов, его добыть, вот, вместо медведицы, нет, рядом с медведицей Машкой, которая у нас там была, она небольшая, вот, сейчас медведь Артур, огромный такой, почти трехметровый медведь, мне удалось его получить, вот. И вот такие медведи там, конечно, бывают. Поэтому в Арктике мне приходилось встречаться, когда он довольно близко, не потому, что я стремился к этому, там просто было не избежать. И вообще, конечно, кодекс поведения человека при встрече с белым медведем, он уже расписан, изучен и рекомендован. И кто не слушает, его не следует, конечно, шансов быть съеденным больше. Хотя, при этом, надо сказать, что имидж медведя, белого, как хищника, который только спит и видит, чтобы съесть кого-нибудь полярник, это все же ерунда. Так же, как белая акула. Вы знаете, все хищники одинаковые. одинаковые, что белый медведь самый хищный, он самый крупный, а там бурый медведь нет, или так далее, или тигр. То есть, одинаково. Окарайтесь в ненужном месте, в ненужном месте, и вас сожрут. И это будет там белый медведь или не белый, не важно. В Арктике просто что там, там не спрятаться, вот, чем вопрос. Там такая равнина, вот, если здесь в тайге куда-то может условно на дерево залезть, правильно? как-то заметил. То есть, здесь никуда. Здесь надо вестись правильно, чтобы... Есть такое наброс спокойствие, Ну, да, чтоб нет. И опять зависит от состояния медведя. Если он голодный, то спокойствие ничем не поможет. Здесь надо выставлять, и все. Так как все хищников. А если он не голодный, он все равно как все звери. Если он видит, что это отлично от белого цвета, вот, конечно, придет, подойдет. Но, исключая медведицы, они осторожны с медвежатами, они обходят любые неожиданности, стараются, если бы ты не встал посредине. Вот. А наиболее опасно, в каком смысле, непредсказуемо, это молодые медведи от 3 до 6 лет, которые жизнью не биты, не встречаются с таким негодяем, как человек, который может стрелять. И поэтому они подходят. И вот здесь зависит от того, как ты себя... Если ты подашь знак, что ты слабеешь и испугаешься, то он, конечно, попытается тебя съесть. А если нет, то есть ты покажешь, что ты, в общем-то, сам за себя можешь постоять, потому что медведь, несмотря на свои размеры и мощь, он не представляет себе, что ты вот стоишь перед ним. Ну, человек, стоя, он выше, чем медведь, да, и поэтому он медведь, он подходит на расстоянии, например, метров 6-7, и это для него дистанция принятия решения. Вот. Он дальше, дальше вот будет зависеть от того, как себя человек поведет. То есть он сделает себе больше, например, или неожиданно резкий звук. Они, простых выстрелов они не сильно боятся, это шум для них, это привычное явление, такие трески, гин и так далее. Но дым, дымовая шашка или ракета, огонь открытый, это их пугает, как правило, вот, или неожиданно резкий звук, металлический звук, ударить чем-нибудь по металлу тоже бывает, отпугивает. Вот здесь, тогда вот на этой стадии еще можно конфликт разрешить, и стороны разойдутся. Ну, насколько мне известно, вы пишете, автор трилогии, стихи пишете, вот откуда черпаете вдохновение? Может быть, какая-то должна быть атмосфера, какие-то ситуации, или просто все приходит хаотично? Ну, вы знаете, это не трудно назвать, я, все мои книги не посвящены, вернее, описывают мои эти, фактически, дневники, и я просто посчитал необходимым, не столько для себя, сколько для, может быть, других, чтобы ознакомить людей, которым в жизни не так повезло быть в местах, тем не менее, не так повезло, как мне, побывать в таких местах, поэтому просто пройти, а потом после себя ничего не оставить, ну, как-то, мне кажется, не сильно правильно, вот, я постарался просто в такой хорошей манере, доступной, изложить вот эти вот свои главные экспедиции, потому что я вел дневники звуковые, и для меня было достаточно просто это сделать, что когда стихов, то это, как бы, такое баловство, которое я, в общем-то, обнаружил, в себе некую склонность, способность складывать стихи, то есть, я не скажу, там отдельно, конечно, произведение заслуживает названия стихотворения, так, в основном, это, конечно, упражнения в рифмовании, ну, и потом, видите, я обычно сочиняю, когда иду на лыжах, так вот, а потом записываю, надо, важно чем-то занять голову, когда идешь 9 часов, например, ничего там вокруг не видно, и ты, то есть, чем-то должен, чем-то должен свой мозг занимать, чтобы он не устал, вот, и, ну, и потом, я довольно так интенсивно эксплуатировал свою такую способность, не талант, способность писать стихи на любые заданные темы довольно быстро, вот, и у меня такой жанр есть посвящение, ну, в основном он есть посвящение друзьям на всякие дни рождения, и так далее, и так далее, просто я уже настолько к этому все привыкли, что если я приходил без без сетеварения, то для меня лучше без подарка было прийти, чем без сетеварения, я сам себя чувствовал неудобно, если шел до какой-то юбилей и не имея в запасе никакого посвящения. Многие люди известные, да, занимаются благотворительностью, меценатством, вот, есть ли место в вашей жизни помощи другим людям? Вы знаете, наша компания хоть она не большая и не сильно богатая, но тем не менее, мы регулярно, на регулярной основе жертвуем разным фондам детским. Небольшие суммы, но на регулярной основе, то есть, у нас даже договора заключены такие, ну, наверное, компания, если я ошибаюсь, организовывает 5 или 6 удовлетворительных фондов, билосердие детям, милосердие покровительство и так далее, и так далее, мы регулярно, ежемесячно переводим туда деньги. Каким вы видите будущее, да, в будущем развития Арктики, Антарктиды? Сложный вопрос, его не видит никто, по-моему. Ну, вот на основе ваших... Ну, вы знаете, нам лишь бы не отступить. У нас же были, я неспроста сказал, золотой век. Это было 30-40-е годы, когда очень интенсивно работы проводились, и Северо-Морской путь работал, как часы, и инфраструктура вдоль трассы была, и Министерство обороны имело настоящие базы аэродрома, которые работали. А потом в 90-е годы все это ухнуло в один момент, и привет. Сейчас мы оправляемся, потихонечку вылезаем от этого, из этого тяжелого положения, и это получается... У вас насыщенная, интересная жизнь, все-таки считаете вы себя счастливым человеком? Конечно. Поэтому надо постучать по дереву. Да, конечно, я все время, когда рассказываю, это редко бывает. Знаете почему? Потому что дело, которым мы занимаемся, не только приносит материальное, но и моральное удовлетворение. Это очень важно, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, несмотря на негодование семьи. Виктор Ильич, спасибо огромное за интервью, спасибо за труды, которые вы уже сделали, достигли, новых вам открытий, и всего там только самого хорошего. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо.